Всем привет! С вами Информ-Ти-Ви. Ольга Погодина рассказала о тяжелых испытаниях в жизни, смерть любимого и борьба с опухолью. На протяжении четырех лет актриса счастлива в браке с режиссером Пимановым. Как признавалась Ольга Погодина раньше, до знакомства с супругом ей не везло в жизни. Юноша, в которого она была влюблена в 20 лет, умер, а позже ей пришлось побороть страшное заболевание – костную опухоль. Ольгу Погодину по праву называют одной из самых красивых актрис российского кинематографа. Кукольное лицо и томный взгляд. Она буквально одним взмахом своих длинных ресниц способна покорить любого. Однако за внешней беспечностью, казалось бы, обласканной судьбой актрисы, скрываются большие потери. Прошлым летом Погодиной исполнилось 41. За плечами у актрисы тяжелые испытания, с которыми она справилась. Ольга признается, что в личной жизни ее долгое время преследовали неудачи. Впервые артистка влюбилась, когда ей было всего 20 лет. Красивое ухаживание и трогательные признания. Она буквально растворялась в любимом, пока однажды их не разлучила смерть. Говорить о страшной трагедии, унесшей жизнь ее возлюбленного, телезвезда не может до сих пор. С не менее тяжелым сердцем вспоминает Ольга и свою жизнь в Болгарии. В 90-х отца актрисы подставили партнеры по бизнесу. Опасаясь за жизнь дочери, мужчина отправил ее за границу. Там Погодина работала на местном телевидении, а все заработанные деньги отправляла папе, чтобы он смог расплатиться с долгами. Актриса также отметила, что с детства много времени проводила в больницах и росла слабым ребенком. А в зрелом возрасте врачи диагностировали у нее остеому – костную опухоль, из-за которой она могла лишиться руки. Цитата. «Я не спрашиваю, почему это со мной случилось? Я задаю другой вопрос. Для чего?» Вспоминает Погодина. Артистка смогла победить страшный недуг, продолжив успешно сниматься в кино. И лишь в 2007 году Погодина в первый раз вышла замуж. Ее супругом стал бизнесмен Игорь, который на 12 лет был старше актрисы. Ольга с теплотой вспоминает бывшего мужа, называя его святым человеком. Но, по словам звезды, их пути быстро разошлись. А вот настоящее счастье по признанию актрисы она обрела с известным ведущим и режиссером Алексеем Пимоновым. Влюбленные не афишировали долгое время отношения и скромно сыграли свадьбу 4 года назад, без гостей и свидетелей. Несмотря на то, что у звездной пары нет общих детей, Ольга смогла подружиться со взрослыми наследниками Алексея от двух предыдущих браков. Артем, Денис и Дарья душиничают знаменитой мачехе и часто обращаются к ней за советом. Понравилось видео? Ставьте лайк! Обязательно подпишитесь на канал! Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok